Воложил ногу, развалился Ногой я не нажимаю ни на педаль тормоза, ни на педаль газа Ладно, главное сейчас не отвлечься и не ехать куда-нибудь очень и очень далеко И давайте посмотрим, насколько быстро он сможет разогнаться от нуля до 100 км в час Ох, друг, подумерь-ка свой пыл и следи за дорогой Так вот, эта машина умеет делать так, чтобы вас привести в чувство А вот вхождение в поворот дело прямо такое страшноватое В остальном, ну, тут прям, прям хорошо Хорошо, уверенно, комфортно передвигаюсь По Haval F7X мы уже снимали обзор и сегодня мы для вас решили снять и полноценный тест-драйв Обзор вы можете посмотреть по ссылке в описании Ну или вот здесь вот сейчас в верхнем левом или правом углу он появится Итак, давайте еще разочек обновим данные Ну, во-первых, у нас с вами один из четырех вариантов комплектации на выбор Comfort, Elite, Premium и Tech Plus У нас сегодня на обзоре комплектация Premium Начнем с посадки Первое, давайте посмотрим, какие у нас есть регулировки сидений Они у нас электрические и наш сиденье может двигаться по следующей направлении Назад Давайте сразу посмотрим, насколько назад оно может отрегулироваться Этот максимально отодвинутый сиденье назад Рост 190 Нога, но практически вытягивается То есть все равно вот здесь остается примерно один палец А вот правая нога, она вытягивается целиком Да, и, ну да, в принципе, достаточно хорошо То есть вот 190 это прям, наверное, предел Если рост будет там 2 метра, то уже нога будет немного под другим углом Вот, по регулировкам, значит, еще раз назад, вперед Спинка у нас наклоняется, спинка поднимается электрическим способом И плюс регулировки подъема Это максимально поднятое положение И опускание сидения вниз Это максимально переведено сидением вниз Когда я нахожусь в самом нижнем положении При условии, что у нас с вами над головой люк Расстояние до потолка у меня получается 4 пальца Если я сажусь, поднимаюсь максимально вверх Ну, то еще остается примерно один палец То есть ход примерно в 3 пальца Итак, можно здесь разместиться комфортно для пассажиров длинноногих У меня рост 190, сейчас я отодвигаюсь максимально назад Нога, ну, хотя нет, кстати, когда вниз переведена, нога уже не провисает Потому что сидение поднимается чуть вверх То есть вот подъем у нас увеличивается, да То есть, посмотрите, когда я поднимаю вверх Видите, передняя часть сидения, она наклоняется Вот, вот тут, конечно, не хватает этой возможности регулировать подушку Потому что как раз эта регулировка и нужна В тот момент, когда вы подняли сидение высоко Чтобы вот вы с него не скатывались Итак, мне нравится, вот когда я сижу в самом нижнем положении То есть посадка такая легковушная То есть немного я отклонился назад Хорошо, удобно Подголовники максимально вверх подняты Они на хорошем уровне То есть сидеть хорошо Слева мягкий, хороший подлокотник Ну, прям, прям мне нравится Руль, это максимально выдвинутый вперед То есть чуть-чуть, конечно, бы хотел, чтобы еще был он выдвинутый вперед Вот, но что мне нравится, то что локоть, который находится с левой стороны Он, ну, в приятном окружении В приятном окружении обивки Вот, и плюс он не сваливается Потому что бывают эти подлокотники коротковаты Когда вот длинноногие люди садятся У них рука вот здесь слева провисает Здесь же хорошо Подлокотник основной, вот, он хорош То есть с него рука не сваливается Мне прям нравится, то есть он такой широкий и хороший Вот, потому что, не помню, вроде в чере, да, было Там у меня рука свалилась Постоянно было неудобно ехать при закрытых стеклах Здесь же это можно легко и просто делать Правый подлокотник у нас с вами более широкий Сейчас я уберу Это, кстати, сразу скажу, кружка дочкина Да, вы периодически спрашиваете, откуда носки, у кого забрал А вот сегодня, да, признаюсь, кружку забрал у дочки Чтобы вам показать, насколько комфортные эти, как они, подстаканники Так вот, да, они здесь с фиксаторами и, следовательно, кружка даже вот такая маленькая И чуть побольше сможет сюда легко вставить Ну, давайте о подлокотнике Итак, подлокотник у нас может сдвигаться вперед-назад Ну, понимаете, то есть, когда стоит кружка, он, следовательно, не сдвинется вперед А вот назад легко И если он сдвигается вперед, представляем, что здесь сидит пассажир ростом метр шестьдесят два То есть, вот я поддвигаюсь вперед-вверх Да, то есть, ну, как видите, рука все равно продолжает, находясь на нем, взаимодействовать с рулем Ну, конечно, бы хотелось еще чуть-чуть, но это не прямо уж принципиально Так что, в принципе, комфортная посадка здесь, комфортную посадку здесь могут найти люди любого роста По сидению, по подушке вообще, по самой мне она нравится То есть, она в меру мягкая, ближе даже к мягкой То есть, боковая поддержка, она визуально присутствует, но фактически отсутствует Следовательно, если вы широкий человек, и вы будете сидеть внутри своего автомобиля Вы можете сдвигаться, ну, прям разбросать ноги, и вам будет комфортно Еще мне очень нравится то, что тут боковая обивка центральной тоннели, и она мягкая Так же, как и боковая обивка ручки То есть, вот я люблю ехать так, чтобы ноги у меня были в разбросанном положении Так вот, никакого дискомфорта окружения для моих ног оказывать не будет Ну, и, следовательно, для меня То есть, вот по посадке прям, прям, прям годным По спинке вообще замечательно По спине прям она очень хорошо держит То есть, вот за рулем, ну, здорово Итак, смотрите, значит, по постановке ног То есть, легко мы можем перебросить ногу с педали акселератора на педаль тормоза То есть, нету никаких неприятных перепадов Постановка ноги тоже оптимальна Единственное, конечно, не хватает подпорочки Потому что, как видите, нога может вперед проскальзывать Но вот, опять же, что есть, то и хорошо Под капотом может быть один из двух вариантов двигателя Это или полтора литровый двигатель, или двухлитровый двигатель Полтора литра турбо, 150 лошадиных сил Сил 280 ньютонов метров крутящего момента Доступных, начиная с 1400 и вплоть до 3000 оборотов Расход в смешанном цикле 8,2 литра на 100 км пути 11 секунд, это разгон от 0 до 100 км в час Максимальная скорость 180 км в час Второй двигатель, который представлен на нашем автомобиле Это 2 литра турбо, 190 лошадиных сил 340 ньютонов метров крутящего момента Который доступ, начиная с 2000 оборотов И вплоть до 3200 оборотов Разгон от 0 до 100 км в час 9 секунд Максимальная скорость 190 км в час Итак, давайте запустим наш автомобиль И посмотрим, как он работает на холостых ходах Запускаем автомобиль с помощью кнопки Просто нажимаем на кнопочку, на тормоз и... Автомобиль запущен Итак, давайте послушаем, как он работает Так, давайте посмотрим, как он работает А как он работает Так, давайте посмотрим Где он работает Окей, ему не будет От шагу От шагу От шагу От шагу Опять Отдельное внимание хотел обратить на педаль акселератора То есть смотрите, когда я на нее нажму, пройдет некоторое время до того, как у нас начнет раскручиваться двигатель Итак, давайте прям даже засечем Итак, то есть нажимаю газ, смотрите, раз, два, нажал Раз, два, нажал На месте можно двигатель раскрутить до 4100 оборотов Неважно, какая у вас комплектация, у вас будет всегда роботизированная коробка передач с мокрой ванной с двумя сцеплениями То есть это классический уже робот Сразу не бойтесь роботов, уже их не надо бояться Преимущество роботов по сравнению с обычной коробкой Он максимальный крутящий момент передает на колеса, это раз Второе, это коробка, которая максимально, ну, вообще по своей сути, она молниеносно переключает передача Плюс, ну, с данным типом коробки ниже расход топлива Ну и плюс, если мы говорим о том, что автомобиль уже закончилась гарантией И потом какие-то проблемы с этой коробкой вдруг появятся Она значительно дешевле в обслуживании, нежели вариатор или классический гидротрансформатор Вот, ну а по срокам эксплуатации, ну, достаточно большой То есть есть, конечно, расходники, но опять же, если в комплексе взять, это абсолютно бесстрашно На данный момент уже коробка То есть, еще раз говорю, в 12-м году, в 11-м были проблемы, сейчас этих проблем нет Вот, ну, вы скажете, кто 12-й, ну, тогда появился DSG Вот тогда был спрос, тогда были поломки Сейчас, в принципе, все производители с этими болячками справились Давайте посмотрим, как переключается коробка передач на месте Да, то есть мы вот тянем просто на себя, нажимаем на... Видите, так он не работает Нажимаем на кнопочку и тянем Сюда паркинг Ну, вообще никаких рывков, ничего То есть двигатель не ощущает, что я включил коробку передач Логично Ну и плюс, у нас снизу с вами здесь есть пространство, куда вы можете что-то положить Потому что у нас коробка виртуальна И еще очень важный момент Вот смотрите, когда я захочу трогаться То есть я включаю коробку передач А у нас с вами электрический стояночный тормоз То есть я не смогу начать движение, потому что автомобиль пишет Пристегнитесь И только после того, как я пристегнусь Я могу начать движение, не переводя ручной тормоз Ну, то есть не разблокируя ручной тормоз Все, пристегнулся и могу начинать движение Здорово? Думаю, да Вот рулевые лепестки Ими вы можете пользоваться на скорости Да, то есть даже не переводя коробку в механический режим Просто нажали плюс и перешли на повышенную передачу Нажали минус и перешли на пониженную передачу У нашего с вами автомобиля есть мультимедийные системы И в рамках данной мультимедийной системы Вы можете подсоединить к данной мультимедийной системе Вы можете подсоединить свой гаджет Или по Apple CarPlay, или по Android Auto Сейчас я запущу наш автомобиль Итак, для этого нам нужно взять с вами провод После, следовательно, воткнуть его в разъем классический USB И дальше подсоединить этот провод к своему телефону Все То есть мы подсоединились к Android Auto В рамках Android Auto Вы можете воспользоваться навигационной системой Такой, как Яндекс.Навигатор Но сразу скажу, что Яндекс.Навигатор работает только если у вас есть подписка Если подписки нет, то Яндекс.Навигатор работать не будет Но не переживайте, если у вас нет подписки У вас всегда будет работать Google карты То есть также в рамках Google карты У вас есть возможность выбрать маршрут С использованием, ну то есть с пониманием пробок Плюс также есть навигационная система Tugis Она тоже, если у вас установлено телефон Она может здесь работать И ее большой плюс Она имеет особенность Но в отличие от Google карты Она вам показывает камеры Вот Так что вариантов здесь большое количество Плюс в рамках данной системы У нас есть с вами музыкальные проигрыватели То есть я пользуюсь, например, Яндекс.Музыка Или Ютуб.Музыка И вот смотрите, когда я еду на навигационной системе Эта музыка отображается здесь внизу Но важный момент, что вот, например, с Google картами Ну, как я считаю важной, с Google картами Вы можете взаимодействовать с помощью Touch Да, вот так вот легко А вот, например, с Яндекс.Картами Вы не можете взаимодействовать с помощью Touch Вам для этого необходимо будет нажимать на эти кнопки Ну, или, например, выйти из приложения То есть, вот видите, вот так мы жмем Вот здесь уже поставить промежуточный маршрут И после этого вновь нажать сюда Перейти Так что очень удобно, практично Но и, самое главное, безопасно Потому что в дороге нам лучше не отвлекаться А тут все выходит на громкую связь Ну и потому что, ну и, конечно же, у нас здесь с вами есть Возможность подсоединить наш телефон По протоколу Bluetooth И также на мультимедийную систему У нас с вами вводится климатическая система Как видите, я сейчас сижу в майке Точнее, в поло А за окнами минус 9 И, следовательно, вроде бы холодно А в машине тепло Даже несмотря на то, что у нас с вами есть люк Потому что некоторые говорят Вот, ты любишь панорамную крышу От нее холод идет Ничего не идет Если это качественное стекло Которое вот закаленное Ну, оно идет, конечно, чуть-чуть Но не так, как вы думаете За то, сколько прелести Чистое, открытое, светлое небо над головой Итак, в нашей комплектации Камера 360 То есть вы включаете задний ход И у вас включается камера заднего вида С точки зрения, ну, вообще даже 360 камер Разрешение Хорошо, что есть Кино на нее не поснимаешь И так вот реально даже, наверное, вы не сможете различить Какие номера у автомобиля, которые стоят далеко от вас Но увидеть все то, что необходимо У вас получится Потому что парктроники штука классная Но бывает так, что парктроники сбиваются Или вдруг что-то появляется И вот благодаря камере заднего вида Вы сможете легко это увидеть Ну и, следовательно, быть подготовленными к этому Еще мне очень нравится то, что у нас с вами разметка Разметка динамичная И мы можем ее отключить Плюс, смотрите, когда мы крутим рулем Она показывает, куда приедет не только наша задняя Но также и передняя часть Когда мы начинаем движение вперед Вот, у нас включается передняя камера заднего вида И она тоже с динамической разметкой Ну, то есть, прям действительно хорошо Еще раз, да, разрешение не очень Но наличие это действительно круто То есть, мы можем, например Можем посмотреть, как видите, да Что у нас под левым, под правым колесом То есть, 360 это очень круто Потому что вы всегда можете посмотреть, куда вы заезжаете Точнее, куда заезжают ваши колеса Ну, классно Да, то есть Сзади, спереди Ну, вообще хорошо Мне интересно, что будет, если дверь открыть Ну, видите, когда дверь открываем Камера А, когда мы открываем дверь Забыл совсем У нас коробка переходит автоматически в паркинг Да, то есть, вот сейчас мы в режиме драйв Открываю дверь И коробка переходит в паркинг Это режим от дурака Потому что очень часто бывало так Что люди, не слыша, как работает их эластичный двигатель Выходили из автомобиля, а автомобиль уходил от них в какой-то другой автомобиль Вот, так что здесь максимальная безопасность Ну, потому что Хавел за безопасность Но перед тем, как начать тест-драйв Давайте с вами обнулимся То есть, сбросим все показатели для того, чтобы понять в итоге Сколько будет расходовать наш на автомобиль Меня, на самом деле, очень интересует тема с колеей Здесь у нас на Новой Риге есть очень хорошие колеи И вот сейчас посмотрю, как автомобиль в них себя ведет Слушайте, ну, никак Он их просто не чувствует Понимаю, почему он не в колее Его особо, ну, не то, что не особо, вообще не бросает Во-первых, электроусилитель руля Раз Второе, не широкая резина Два Ну, и, я так понимаю, очень правильно настроенная по ширине подвеска Которая, ну, потому что, если мы рассматриваем, что, например, у BMW Очень часто машины бросают в колее Когда автомобиль едет, ну, ее прям тяжело удержать Потому что там широкая резина Там прям разнос Расстояние между колес большое А вот здесь как-то все сделано таким образом Что комфортно на автомобиле вы можете передвигаться Вот процесс перестроения, например, да, я хочу сейчас ощутить Раз, два, газ Все, и пошел раскручивать двигатель Слушайте, мне очень нравится, как он переходит по колейности Потому что на моем автомобиле я колейность эту прям очень боюсь А здесь мне прям, прям, прям хорошо, уверенно он идет Итак, подрулевые лепестки у нас с вами есть И, следовательно, мы легко можем сами определять, до скольки раскручивать двигатель То есть мы можем легко в движении начать понижение передачи И, как видите, это позволит нам до более высоких оборотов раскручивать двигатель Да, ну, когда не нужно, все, взяли и перешли на пониженную То есть никаких движений с коробкой нам совершать не нужно Уже, начиная с нашей комплектации премиум, у нас с вами появляется адаптивный круиз-контроль То есть вы выбираете дистанцию Вот мы его должны активировать Дальше выбрать дистанцию до впереди идущего автомобиля И активируем круиз-контроль Все, дальше автомобиль в рамках той скорости, которую мы его установили, начинает передвигаться То есть вот я установил вот эту скорость вообще 150 км в час Ну, по максимуму, сколько он может, дает возможность установить Все, наша машина достигает скорости движения впереди идущего автомобиля И начинает к ней адаптироваться Но, вы должны понимать, есть но Данная система анализирует пространство радарами Радар работает по принципу конуса И если есть такая мысль, что кто-то захочет строиться между вами И, так скажем, вашим, тем, кому вы привязались То, следовательно, ваша машина может вовремя не среагировать То есть вы не забывайте, это все-таки помощник Это не автопилот То есть все равно ответственность вся лежит на вас Вот, так что, ну, это такая классная тема Вот смотрите, сейчас я буду перестраиваться Вот еду быстрее, чем тот автомобиль, который идет с левой стороны И вот я за ним перестраиваюсь И моя машина начинает тормозить Адаптируясь к потоковому транспорту И на экране загорается информация о том, что Будьте внимательны, там опасно Все, дальше я не нажимаю ни на педаль тормоза, ни на педаль газа Она продолжает движение Единственное, что я заметил, конечно, вот эти вот дистанции до впереди идущего автомобиля У нее очень большие Вот сейчас я нахожусь в самом ближнем варианте дистанции И между мной и автомобилем может войти, ну, еще примерно два автомобиля как минимум Вот, ну, это такой нюанс определенный Еще один момент Машина достаточно плавно тормозит То есть это, это хорошая тема Ладно, главное сейчас не отвлечься и не уехать куда-нибудь очень и очень далеко Потому что на данном автомобиле хочется уехать Вот я опять же, как я говорю вам, положил ногу Развалился Удобный подлокотник Мне очень понравился подголовник Ногой я не нажимаю ни на педаль тормоза, ни на педаль газа Машина сама разгоняется и тормозит Конечно, я верю в эти помощники Но, друзья мои, важный момент, что данные помощники, они То есть если у вас есть адаптивный круиз-контроль Обычного круиз-контроля у вас нет Следовательно, если по какой-то причине идет сильный дождь Я не знаю, там, у вас передняя часть автомобиля вся в снегу или еще что-то Вы не сможете ехать на круиз-контроле даже на обычном Но это не только здесь, это во всех автомобилях именно так Вот, в остальном, ну, тут прям, прям хорошо Хорошо, уверенно, комфортно передвигаюсь Важный момент, когда вы эксплуатируете свой автомобиль на адаптивном круиз-контроле И входите в поворот, вы должны понимать, что тут радары И эти радары, они определяют транспорт, который едет перед вами То есть вот тут, входя в поворот Вот я сейчас вообще ни на тормоз, ни на гажму, ни на что Он будет разгоняться, понимаете? То есть он не понимает, что вы совершаете, какое действие И он разгоняется Сейчас я опять активирую его По этой причине, конечно, тут нужно быть внимательным Что он не видит автомобиля Ну, ему не к чему прицепиться, когда вы входите в поворот То есть вот в пробочке хорошо Причем даже плавненько И вот неровность четко прошла, да, хорошо И вот, кстати, сейчас, видите, я еду в пробке Расстояние небольшое То есть он понял, что на трассе На трассе, несмотря на то, что я выбрал малое расстояние Нужно держаться подальше Я так понимаю, что он адаптируется к скорости вашего движения Вот это вот выбирает правильное расстояние Так, прям такая суровая пробочка Мне даже интересно Потому что я вместе с вами сел первый раз в этот автомобиль И решил его изучить Я знаю, о нем много, но вот именно как на тест-драйве Это первый раз Он его отпустил Ну вот, смотрите, да, он его отпустил Ну и, следовательно, передо мной минимум один автомобиль встанет А то и два Ну и, следовательно, те, кто сзади, начнут вам сигналить Следовательно, использовать его на 100% для передвижения в пробках Можно, если вы человек с хорошими нервами И привыкли, чтобы вам сзади сигнали А вот вхождение в поворот дело прямо такое страшноватое Потому что как только он теряет автомобиль Он начинает разгоняться Ну и потом, следовательно, резко-резко тормозить Вот сейчас я первый раз нажал на тормоз Потому что уже немного не испугался В ТЭК-ПЛАС Там у вас появится новый адаптивный круиз-контроль Он будет более плавный по сравнению с этим И плюс у вас появится еще система контроля Наслежения за полосой движения То есть, благодаря камере, которая располагается под лавовым стеклом Автомобиль будет анализировать разметку слева и справа И удерживать вас в рамках данной разметки Но важный момент, что она работает только тогда, когда у вас руки на руле То есть, вы не сможете руки убрать с руля Но она будет некоторое время работать А после деактивируется И еще очень важный момент Это удобно Потому что, смотрите Я держу и вот немного смотрю на вас И машина пошла вправо Вот, если был бы этот помощник То она бы вернулась вновь в полосу Планы аккуратненько подруливаем Руль Возвращаясь про руль Помните, я сказал, что на месте руль у нас с вами тяжелый Здесь, как видите, я могу руки убрать с руля И он ровненько И плюс Он прям тяжелый Действительно тяжелый Валкость Этот меня момент наинтересовал в чере Потому что там у одного из автомобилей была не очень хорошая валкость Здесь Слушайте, ну уверенно В принципе, так же, как и на всех автомобилях, кроссоверах Ну, но нет ощущения, что я сейчас прям перевернусь Резко могу перестроиться Слушайте, мне нравится Управляемость, посадка, комфорт Вообще отменно Входим в поворот Достаточно глубокий поворот Боковая поддержка хорошо меня здесь прям поддерживает Я прям чувствую это Вот, опять же, низ не сковывает Это мне нравится Прямо действительно нравится Потому что я часто в обзорах говорю Вот эту боковую поддержку Удобно, неудобно, а здесь удобно То есть широкие достаточно сидения Если вы крупный человек, эти сидения вам понравятся По верхней и по нижней части Прям годно Очень Но еду комфортно Мне нравится этот автомобиль Он прям своим нравится комфортно Тормоза мне, кстати, очень нравятся Они плавные Потому что есть автомобили, которые имеют острую тормозную систему Здесь же тормоза Вот я прям плавненько нажимаю И могу сам регулировать это усилие То есть нет такого, что я нажал Извините, открою, потому что все-таки я люблю небо Здесь можно регулировать усилия Вы плавненько нажали и все И автомобиль Понимает, что вы от него хотите И следовательно, мы помним, что этот автомобиль не маленький По габаритам В нем могут перемещаться до 5 человек И оставшиеся 4 человека скажут вам спасибо А точнее производителям, что они так правильно настроили тормоза И им эта настройка тормозов Их не приводит в дискомфорт Слушайте, а мне нравится Вот так классно ехать Все под рукой Да? Вообще шикарно Кружечка Дочкина Раз поставили Все Удобно, удобно Но единственное, конечно, если вы поставите ее сюда То уже, конечно, взаимодействовать с коробкой сложновато Но, опять же, у всего есть свои нюансы Как говорится, и особенности Перевели наши автомобили в режим спорт И давайте посмотрим, насколько быстро он сможет разогнаться От нуля до 100 км в час Три Два Один Газ Слушайте, ну в режиме спорт Машина совсем по-другому откликается на педаль акселератора Газа и акселератора Вот, но прям она очень интересно начинает ехать Мне прям нравится Потому что до этого она какая-то не отзывчивая была А прям сейчас нажала, и она поехала Уф Слушайте, ну классно, классно В режиме спорт прям машина раскрылась Сейчас совсем по-другому Давайте замерим шумоизоляцию нашего автомобиля Начнем с статического замера 42,4 минимум 72,5 максимум Это вот когда мы просто на месте стоим И вокруг, и мимо проезжают автомобили Установим скорость в 120 км в час И в рамках данной скорости посмотрим Какие шумы попадают внутрь нашего красавца 69,8 минимум 72,5 максимум И вот рядом поехал F7X Друг, родственник, брат Какой уж ты красивенький, а Догоним его Ну надо красоту поладить, чтобы ее было больше Слушайте, ну что-что, на дороге он выглядит прям очень хорошо Вот, ну и по шумке, как видите, я голос особо не поднимаю И я напоминаю, что у нас с вами здесь люк, который тоже добавляет дополнительный шум внутри нашего автомобиля По итогам тест-драйва 23 км в час средняя скорость А средний расход топлива 13,2 литра на 100 км пути Ну и давайте, наверное, подведем итог Что это за автомобиль, для кого это автомобиль И вообще, как говорится, с чем его едят Первое, данный автомобиль создан все-таки для тех, кто любит получать удовольствие от движения Почему? Потому что внутри нашего автомобиля есть все, что необходимо Комфортное сидение, комфортный руль Скажешь, а что где-то нет руля? Нет где-то такого комфортного руля Руль, кстати, у нас с подогревом Мне нравится то, что он такой плотненький Кожа, правда, на нем грубовата Если вы любите более нежную кожу, то тогда вам, наверное, данный руль не подойдет Но вот мне такой руль больше нравится, потому что я чувствую, что он износостойкий Плюс мне нравится то, что он мягкий Вот прям по тактильным ощущениям мне этот руль очень нравится Мне нравится, что нижняя часть руля скошена И если, следовательно, когда я вхожу в поворот, эта нижняя часть дополнительно поможет мне чувствовать автомобиль Ну, просто был опыт, мне так нравится Плюс машина хорошо себя ведет на трассе Она не чувствует колеи И еще очень большой важный момент, я считаю Это то, что здесь, ну, в принципе, хорошая шумоизоляция И он вместительный при небольших своих габаритах Два литра, полный привод Роботизированная коробка передач Никаких рывков, никаких некомфортных процессов переключения я здесь не испытал Следовательно, пассажиры вашего автомобиля скажут вам спасибо Это, ох, как важно, да, в наше время услышать спасибо Ну, а вы приезжайте в Major Auto Знакомьтесь с этим автомобилем живую на тест-драйве И HL FC-Mix С покупкой вас Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok